Считать налоги и сдавать отчеты самим предпринимателям теперь не нужно. Вместо них это сделает банк. Вот, пожалуй, главная идея нового так называемого автоматизированного, упрощенного режима налогообложения. Накануне о нем рассказали сотрудники краевого ФНС на онлайн-встрече с предпринимателями. Так, новый режим может быть доступен организациям, где меньше пяти работников. Налогооблагаемый доход за текущий календарный год не превышает 60 миллионов рублей, а остаточная стоимость основных средств не больше 150 миллионов рублей. При этом совмещать АОСН с любыми другими налоговыми режимами нельзя. Доходы и расходы налогоплательщику ввести не придется. Доходы и расходы будут ввестись в личном кабинете налогоплательщика. И у нас перечень уполномоченных банков есть, которые будут за налогоплательщика ввести этот учет. Налогоплательщику уже останется только оплатить налог или уполномочить свой банк, автоматически перечислять сумму в бюджет. Как заявляют сотрудники ведомства, при автоупрощенке бухучет не нужен. Однако пока к такой возможности сами предприниматели относятся весьма скептически. Я не знаю предпринимателя, который может работать без бухгалтера, потому что всегда возникают какие-то встречные проверки, запросы, на которые надо отвечать. У нас постоянно меняется налоговое законодательство, и не только налоговое. И эта смена постоянного законодательства подразумевает, что ты должен быть компетентным. Отмечают предприниматели и следующие минусы в автоупрощенке. Так счет можно открыть только в банке из списка, который предложат налоговики. Платить налоги придется ежемесячно, а зарплату сотрудникам перечислять исключительно безналичным способом. К тому же ставки по новому спецрежиму будут выше, чем у классической упрощенки. Пока АОСН в качестве эксперимента запустили только в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. Но с 2028 года его планируют распространять.